Федор Парамонов, Живая голова 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 В этом мы пытаемся разобраться, кто из нас больше понимает. Это как раз, мне кажется, та тема, которая интересна будет вашим читателям. Интересна, да, в какой-то степени. Хотя, мне кажется, реальные проблемы задевают людей больше. Все чаще просто мы слышим эти понятия блокчейн, биткоин, гриптовалюта. Я тут пытался тоже разобраться и коллегам объяснить, что такое блокчейн. Но, как я понял, это некая такая система верификации информации, которую невозможно подделать. То есть, неплохо было бы, например, чтобы избирательная система в Российской Федерации была построена по этому принципу. Работает как? Вот, например, 40 стран, в 40 странах стоят 40 компьютеров. И если, например, один человек, вы у меня, например, или я у вас взял в долг 100 рублей, то информация об этом, она разойдется по этим 40 компьютерам, по этой сети. И если потом через месяц вы скажете, что 100 рублей не брала, как бы все это твоя выдумка, то вот те 40 компьютеров, они смогут подтвердить, что да, вот эта транзакция была. Наполнить мне. Да, что вот этот договор был заключен, там транзакция прошла, 100 рублей перевели из пункта А в пункт Б. То есть повлиять или как-то сфальсифицировать эту историю невозможно. Я поняла. Вот это вот как бы блокчейн, если так. Ну и зачем вот это, да, вопрос? Ну и... Нет, ну это же некое отношение, это некая система отношений, там мировая финансовая система, там экономика. Ну, грубо говоря, чтобы один человек не кинул другого, там одна фирма не кинул другую. Ну это так, вот по-простому. Ну, понятно. Ну, возвращаясь к нашей политической системе, сегодня читала статью, в которой говорится, я с чем согласен, что ведь мы просто существуем, наше сообщество существует по системе недоверия. Мы не доверяем друг другу, не объединяемся, этим пользуется власть придержащая. Вот абсолютно у нас сохраняется архаичная система, и в частности эти выборы, которые имитируют, как бы настоящий выбор, но это карго-выборы, то есть это не выборы. Я понимаю, что вы у нас придерживаетесь точки зрения, так сказать, как бы цитриской некой, да, вот и уважаю. И хочу сказать, что, особенно спасибо, что у вас нет пропаганды на вашем сайте, у вас нет заказухи от государства, и вообще вы поддерживаете гражданское общество. Для федерального бренда АИФ, который давно вписался в повестку путинскую, как-то это очень резко отличается. Как вам это удалось? Не, ну видите, все-таки мы базируемся на такой позиции, что АИФ – это издание для читателя, в первую очередь. У нас действительно нет пропаганды, но у нас есть договоры про паракты. Давайте скажем, у нас это в Перми, я сейчас не говорю про Москву. Я говорю про Перм, я говорю про Перм, потому что, ну, я неуполомощен говорить за весь АИФ. У нас есть контракты с госвластями, это не секрет, это открытая информация. То есть мы получаем субсидии на определенные проекты, да, Как-то это в глаза не бросается, вот точно. Ну, значит, делаем так, чтобы это не было так грубо, топорно и так далее. Примерно то же самое мы делаем по субсидию распечатей. Есть определенный список тем, которые интересны государству, потому что распечатей – это госструктура, это министерство печати. Например, мы в этом году реализуем проект поддержки семьи. То есть семья при Каме, выпускаем материалы, статьи редакционные, которые помогают родителям разобраться в отношениях с друг с другом, в отношениях с детьми, как там помочь ребенку там в учебнике. Сейчас называется одним словом нативная реклама. Но это не реклама, это делают ваши журналисты, но эти материалы оплачены каким-то спортом. Да, это оплачены государством. То есть это субсидии на определенные социальные функции. СМИ это ведь несет разные задачи и решает разные задачи. Информирование, там кто-то пропаганда, развитие культуры чтения, помощь людям в решении конкретных задач. Вот полезность информации – это один из таких базовых принципов АИФа, так называемых пальзуха. У нас очень развит жанр вопрос-ответ. Люди присылают вопрос по телефону, по электронной почте, по письмам. Ответаны письма, да? Да, вы не представляете, письм очень много приходит, по-прежнему. А еще, Федор, все-таки вопрос-то, как решили с киосками, прикрыть, не прикрыть? С киосками пока вопрос подвис, потому что все-таки это в компетенции, точнее говоря, нужна политическая воля первого лица региона. Сейчас до выборов заниматься этим… Просто нет возможности, да? Да, решить его было некогда. Ну, вроде бы там есть, так скажем, предварительно озвучено некий такой тезис, что особый статус киоском прессы постараются какой-то найти. Проблема сейчас именно в этом. Ну, это было бы глупо, если честно сказать, убрать, да? Потому что по себе я знаю, что всегда подходишь к этим киоскам и какую-то периодику покупаешь. Ну, конечно. Ну, просто мы уже привыкли все равно купить газету, да, вот… Причем это быстро, это удобно, это комфортно. Человек идет на работу или с работы по пути. Вот, по пути. Несколько, буквально 2-3 минуты без очередей, без кастом супермаркетов. Можно сказать, ну, пожалуйста, зайди в магазин, купи там газету, да, или журнал. А это как раз около остановки. То есть все тут правильно продумано, и я думаю, что это было бы, ну, очень глупо убрать все это. Соза на нескольких… Ну, видите, Федор, Елена еще из стопоколения, которые покупают газеты. Я их не покупаю уже. Я очень вас умею. Наш человек. Я покупаю батарейки для плеера. Ну, то есть вам киоски тоже полезны. Возвращаясь, опять же, к выборам. Как вам удалось или не удалось удержаться как бы нейтрально, вот лично вам, например, и так далее. Вот не обличать ни оппозицию, ни власть вот так. Я вообще не вижу вас. У вас как-то все там спокойно, здорово, у вас там пятеро детей, значит, то вы спортом занимаетесь, баскетболом, то вы отвозите и так далее. И сотрудничаете со всеми. И со властью, и как бы приходите на митинги, возвращение имен. Ну, я уважаю девушнице. И так далее. Вот. То есть какой-то совсем идеальный гражданин. Мы все истерично. Вопием, мы там Россия в опасности, Путин, хунта и так далее. А у вас вот другой рецепт. Ну, может быть, я стараюсь некий такой баланс соблюсти. Не впадать там в какую-то излишнюю эмоциональную там полемику и там рвать на части оппонента. Не поддаваться истерике, да. Может быть, как раз какой-то взвешенной взвешенности и не хватает там. Ну, если вот вы говорите, что мой образ там в том же Фейсбуке предстоит вот так, то, ну, мне это приятно слышать. И все-таки хочется услышать вашу, скажем, гражданскую позицию. Вот я показал специально отрывки, значит, подвинцев-политолога, потом Игоря Верки, гражданская палата и сам фигурант, значит, выборов, которого на дальних подступах отстреляли, как написала вчера Татьяна Зыряновна, журналист. Значит, вот, и, значит, написала большую колонку про это, что замучили гады. У вас выборов нет, а что вы нас тащите на всех? Да, я читала эту колонку. Значит, тащите мою мамашу туда и так далее. Вот, меня тоже это возмущает. Люди как-то, я просто удивляюсь, люди идут, не отказываются. Нет, ну, подождите, еще выборы у нас не состоялись, поэтому преждевременно говорить, что... А вы сомневаетесь, что выберут того, кого надо? Нет, я говорю сейчас про явки. О том, что выберут, кого надо, было понятно еще, наверное, в феврале-летом-марте. Ну, мало-мальски интрига сохранялась на проведении конкурентных выборов, потому что в том году такие тезисы администрация президента в паблик вбрасывала, что, ребята, давайте легитимизируем выборы посредством конкуренции. Пусть будет реально борьба, как, например, там Навальный боролся с Собяниным на посту. Да, абсолютно, Навальный подыграл Собянину, честное, 27% почти. Да, да, но, видимо, решили больше так не играться, потому что, там, март 2018 года выборы президента, как бы что не вышло, как бы не раскачать лодку так, чтобы потом вода просто уже, ну, вот, превысила возможные объемы. Поэтому решили уже консервативно, по старинке, подсушить. Да, это очень интересно. Наверное, Ковин пишет, что не только по старинке, а тут вообще в наглую, там, вон он разбирается, наблюдает, он же наблюдатель наш, значит, и там, наоборот, идет, как говорится, наглежь еще больше, чем раньше. Наглежь был всегда, все эти годы, на просто других уровней выборов, муниципальные-то выборы были, были выборы в ЗС, были выборы, там, в городскую думу, всегда административный ресурс, где-то меньше, где-то больше, но он всегда задействован, где-то с наглежь, где-то меньше, ну, в Перми, наверное, все-таки поменьше, чем там в муниципалитетах. Но, вы поймите, самая эта печаль всей этой истории в том, что народу наплевать, то есть, людям реально пофиг, вот так вот, если по-простому сказать, а вот это специфика политической культуры. А вот мы как раз народ-то не знаем, потому что мы не читаем бумажные газеты, а вы их производите, как говорится, вы должны знать этот народ-то так. Ладно, но я ведь делаю выводы не только по тому, какие там материалы выходят в газете. Вам ближе, ваши подписчики, вы их читаете, знаете? Ближе, смотрите, если бы людям было не безразлично, конкурентные выборы или нет, люди бы как-то дали об этом знать. Если бы людям было не безразлично, то есть, 17 лет в Пермском крае не проводились выборы, у нас в последний раз в 2000 году были выборы губернатора. 17 лет выборов не было. Кто-то выходил с многотысячными митингами на улице, кто-то там перекрывал трассы, требовал отставки первых лиц государства, еще что-то. Нет. А письма приходят, Федор, к вам в связи с выборами? С выборами нет. Письма приходят о конкретных проблемах. Порой читать их очень сложно, потому что пишут люди, которые уже отчаялись на месте, где-то у себя там в поселке, в городке решили проблемы. В основном это ЖКХ, в основном это какой-то чиновничий беспредел. У меня просто тетушке, вот 78, другой 85 лет, они такие активистки, и тут мы постоянно дискуссии такие разводим на кухне, да, вот за кого пойдут. И она мне говорит, не буду за него голосовать. Я говорю, за кого пойдешь голосовать-то, тетушка? Она говорит, а вот за Степанова. Я говорю, а кто такой Степанова? Ну, не знаю, однозначно хороший мужик. Вот что-то как-то ей... Я даже не знаю, честно говоря, кто такой Степанов, да? Ну, а не... То есть завтра выборы, там, послезавтра... Ну, да, ну вот как-то так сложилось. Мы не знаем, кстати, вот кто у нас соревнуется. Я использую, Федор всегда, значит, не в курсе, я расскажу. Я использую метафору оккупационной власти. Мне проще показать свое отношение к этому, да. Вот у нас, значит, наместник от Золотой Орды избирается. Это, значит, метафора России такого-то века. Оккупация от метафора России 20-го века. Вот. Кто у нас еще, кроме наместника от Золотой Орды? Вы их знаете кого-нибудь? От Золотой Орды? Как вы его махали? Наместник от Золотой Орды? Мне как политологу по образованию интересны такие, конечно, страны. Да, это Макс Решетников. Ну, я понял, чего... А вот остальные, кто у нас остался, кого они отстреляли? Ну, остальные это, там, для вежливости, компания для, ну, так называемые спойлеры. То есть, люди, которые избираются без цели быть избранным. То есть, все понимают, что кто будет губернатором. Остальные составляют приятную компанию, чтобы, ну, не казалось совсем уж без релик. А вот я не понимаю, вот я вам сегодня показал фрагмент от Окунева, да, значит, нашего известного. Я бы сказал, он политик в американском значении того слова. У него, он political animal, да, то есть, у него душа политическая, он хочет всем нравиться. Вот я видел его в жизни так, может, встречался раза два. Вот чем он опасен, скажите? Ну, набрал бы он 10%, и то я сомневаюсь, что 10%. Не, ну, он-то считает, чтобы там во второй тур бы вышел. Поэтому я, как бы, думаю, что он в этом смысле не опасен, а наоборот, как в Москве. С точки зрения концепции конкурентных выборов и возвращения доверия к институту выборов. Почему у нас явка падает от цикла к циклу в Пермском крае, ну, просто пикирующая явка? Потому что люди разочарались в самом институте выборов. Ну, начнем с того, что в 90-е люди разочарались в демократических институтах. То есть все думали, что вот все, там, Советский Союз рухнул, сейчас либерализировали цены, и у нас будет как в Европе. Но, увы, чтобы было так, как там в развитых западных странах, должны пройти годы, какая-то демократическая мускулатура, так скажем, наработать. А мы вот такими условными дистрофиками вышли из несостоявшегося коммунизма в несостоявшийся дикий капитализм. И народ, ну, просто очень сильно в себе, в этой всей системе разочаровался. И разочаровался, в принципе, в политике. Ну, был же вспресс в конце 80-х, в начале 90-х, все смотрели, там, трансляции съезда и так далее. Сейчас... Так, не наливают воду в бассейн. У нас нет политиков на выборах решительников, это не политика, это назначение. Все верно. А Окунев, это такой пример вымирающего вида публичного политика, который готов... Образца 90-х годов, да, недострелен, я бы сказал. Как вы, Влад, его. Давайте не будем накликивать беду. Нет, я, как бы, таких людей уважаю, потому что их стреляют, а они, видите, ведь не отстреливаются до конца. Он как раз действительно образец не, значит, чиновника или, там, бюрократа, да, какого-то, а пример публичного политика, который готов, там, идти на митинг, идти, выступать и бодаться на дебатах. То есть, это такой живой пример. И таких как раз не хватает в нашей политической ситуации. Настала Татьяныча Азрянова в своей колонке, вот шикарная строчка у нее, она говорит, ну, что они их отстреливают, понятно, в этом окопе, а те, кто остается, мы на них смотрим, как на сумасшедших, тех, кто пытается сопротивляться, потому что это психология, мы хотим быть с большинством, да, все, кто против нам кажутся сумасшедшими. Да, это психологические законы, люди ведь на выборах по-разному голосуют. Вот два момента, как люди принимают решения на реальных, настоящих выборах. Первый, это рациональный способ. Люди прочитали программу избирателей, увидел, здесь программа, здесь программа, ну, это такие идеальные, типические выборы, да. Второе основание, это голосование сердцем. То есть, там было умом, а здесь вот тебе понравился кандидат, тебе, в принципе, вот симпатичен этот образ, чем вот эта вот девушка или женщина, и ты голосуешь сердцем. Федор, можно перебью, а вы как будете голосовать? Слушайте, я еще даже не решил пойду вообще на эти выборы, потому что мне не нравятся выборы без выборов. Мне, как политологу, очень как-то некомфортно осознавать себя в реальности, когда ты понимаешь, что институт выборов это важно, это нужно, нельзя пропускать, я всегда хожу на выборы. Но я понимаю, что результат этих выборов предсказуем. То есть, политика вообще, это борьба за власть с непредсказуемым результатом в теории. Сейчас, получается, нет политики, есть просто технология легитимизации прихода одного человека к власти. Это и в масштабах там края, это и в масштабах там страны. Но все-таки хочу ложку дегтя маленькую, бочку меда, что вас хвалили, мы заслуженно поругаем чуть-чуть. Давайте, давайте, а то я как-то даже это зазнался. Вот другие порталы пермские, ну которые, просто понятно, что у них аудитория другая, которая читает интернет, а не бумажные газеты эти. Значит, у них там подробные репортажи с акции Навального и так далее. У вас такого не было ничего. Коротенькие вырезы меточки я видел, да? А подробного не было, потому что людям вашим неинтересно это, да? В деревнях, которые покупают... Нет, я вам так скажу, но есть все-таки редакционная политика, и мы федеральное издание, представитель федерального СМИ. И что, вы должны прямо утверждать какие-то? Нет, мы не утверждаем, да, но есть некая позиция редакционная в формате холдинга всего. Поэтому тут, увы, что-то мы пишем, там, широко освещаем, да, где-то в меньшей степени. То есть прямо есть какие-то указания, что всю оппозиционную деятельность, можно поминать, но не подробно. Нет, ну есть же редакционная политика, это ведь, там, вот это вот нам нравится, вот это мы пишем, вот это мы освещаем в меньшей степени. Вот это то же самое. Ты никогда не работал редактором в чужой франшизе, так скажем, да? То есть это ведь трудно, да? То есть нужно как-то... Вы очень элегантно в свою личность творческую местили вы это, и не прикопаешься. То есть абсолютно порядочная позиция хорошая. Надо, наверное, лавировать так вот как-то, да. Нет, ну, смотрите, все-таки мы же не, там, 100% пролистые издания, там, да, или... Такой, что цензуры, как там, в советские годы ведь нет, что там за позицию в Фейсбуке, например, или там за то, что я пришел на акцию, там, возвращение имен, там, мне сказали, а я, ну что-то ты как-то вот не в тренде. Но вы приходите как гражданин, вы там не печатаете в своем издании. Нет, я прихожу как гражданин раз, второй момент, мы там можем выставить, там, мои фотографии, там, в фотоленте с этого события, в этом нет ничего страшного. У нас, понимаете, у нас, мы дочернее предприятие федерального бренда АИФ, федерального большого холдинга. Есть вот некие федеральные темы, которые, да, рекомендации Москвы вот так, да, освещать. В основном, свобода действий, то есть, как мы здесь себя позиционируем, что, куда мы ходим. А вот интересно, можно ли быть первым учеником, например, в других регионах, где-нибудь, АИФ, вы общаетесь с коллегами, да, они могут, например, не знаю, так же, как наша пермская комсомолка, я видел, бог самими глазами, значит, пишет избавательский про оппозиционеров наших пермских. Понятно, ко всем можно относиться критически, но с такой вот, как бы, когда люди и так пинают и садят, еще вот так писать с такой интонацией, такого АИФ в Пермь не позволяет, АИФ в других городах. Вы видели другую интонацию, отличающуюся от вашей? Ну, начнем с того, что гражданская, так скажем, свобода в Перми, она, в принципе, наверное, мало где встречается. Вот именно активность гражданского общества, активность оппозиционеров, у нас ведь и изначально, там, и 90-е, и 2000-е годы, и либеральные демократические партии получали довольно-таки высокие проценты, и даже СПС там проходил в свое время в ЗАГС собрание. По-разному складываются отношения ОИФа в других регионах, где-то... Я хочу узнать, зависит ли это от личности редактора, все-таки, да? Это зависит от очень многих причин. Это зависит и от позиции властей, потому что есть регионы, где СМИ, в принципе, держат в таких тисках, когда никакой свободы действий. Как можно держать, если вы федеральные франшизы? Ну, вот... А, не давать заказы вам, да? Нет, они только пытаются. Естественно, что все-таки федеральный бренд и там зонтик, да, он защищает, дает некий иммунитет, потому что всегда Москва может вмешаться и там заступиться. Были такие прецеденты, когда региональная власть пыталась давить, и когда ресурса на местах не хватало отстоять свою позицию. Все-таки ОИФ, он там... Ну, не буду говорить про коллег, но ОИФ, по крайней мере, отличается тем, что мы стараемся все-таки биться за интересы людей. И как бы это пафосно здесь не звучало, но, несмотря на то, что у нас есть договоры с нашими властями, договоры по субсидиям, мы порой публикуем статьи, которые не всем приятно во властях читать. Ну вот, где этот порог? Он должен быть? Порог заключается в конструктивном подходе. То есть мы не говорим, что вот там все чиновники априори там воры, негодяи, мерзавцы. Даете высказаться или как? Мы... Вот есть проблема, например, криво построена школа в каком-то районе. Ну, это факт. Это нельзя замолчать, да, люди написали письмо, это уже сейчас выходит в паблик, это становится при этом обсуждение там во всем крае. Мы пишем об этом. Вот круглый стол ОИФ, там проблема, там коррупции, что-то еще, плохих детских садов. Одна точка зрения, вторая точка зрения, третья точка зрения. Пожалуйста, если вам есть что сказать, свое оправдание, или пояснить, может быть, что-то никто не понимает, может быть, здесь не виноват, например, там, Министерство здравоохранения или там Минобор, а есть проблема с местными чиновниками, которые там на своем уровне там разговаривали. Пожалуйста, скажите. И читать уже сам, пусть делает вывод. Есть проблема с этим детским садом. Вот, разбираемся. Кто задержал строительство? Подрядчик говорит, деньги не перечислили. Госзаказчик говорит, нет, пожалуйста, документы, вот, все перечислено. То есть это вообще такие реальные, да, примеры? Мы даем высказаться всем заинтересованным сторонам в этом конфликте, в этой ситуации. Поэтому, может быть, к нам и власть относятся с уважением. То есть нас не давят, нам не диктуют, но в то же время, ну, конечно, было бы неплохо, если бы мы не писали об этом. Это все желают. Но все-таки, я хочу сказать, по сравнению с другими регионами, в Пермском крае, в Перми, довольно-таки уважительно относятся к СМИ. Ну, к АИФу, я так скажу. Я не буду за всех говорить, да? То есть нам никто не пишет, не звонит, не говорит, что там, ребят, вот давайте, как бы, что-то вы написали, уберите это с сайта. Такого нет. Ну, вот только что Алексей Ковалев, у него портал «Ловшись немалочная», значит, вы вывели на чистую воду всю Собянинскую, огромнейшую сеть, миллиардную сеть этих вот газетенок и порталов городских, которые содержатся на деньги мэрии. По-моему, у нас такого нет. Только вот я вижу часто проплаченные посты в пермских пабликах ВКонтакте массовых, которых по 150 тысяч подписчиков, типа «Мой город Пермь», «Пермь активные», они просто тупо зарабатывают. Там ребята, видимо, и владеют, или, по-моему, уже перекупили какие-то городские чиновники один из этих порталов, не буду врать. Вот. И вопрос мой с этим. Смотрите, у вас подписчиков 2000, но все равно гораздо больше, чем у нас, у нас вообще там мало, да, ВКонтакте. Вот, у вас там 2000, да, с чем-то ВКонтакте, в вашем паблике. Сколько у вас подписчиков на бумаге? Ну, тираж сейчас 27 тысяч экземпляров, а по всему краю подписчиков из них примерно 6 тысяч. Вот насколько для вас эта аудитория, которая цифровая, важнее бумажной? Как они соотносятся вообще и политически в каких-то вопросах, или просто чисто человеческих по темам, например? Ну, она, смотрите, она все-таки не так сильно пересекается, потому что в принте, в газете это все-таки более возрастная, аудитория. Как ни крути, молодежь газеты читает все меньше и меньше, а некоторые вообще даже не понимают, что такое газеты. Поэтому сайт – это, конечно, будущее АИФа. Мы понимаем, что все равно общий тренд – это снижение тиражей, это переход в диджитал. И тут возникает тысяча вопросов, начиная там просто от вопросов, как достучаться до аудитории, как получить там лояльного читателя, постоянного читателя, а потом как это все монетизировать. Потому что мы ведь не государственные СМИ, да? Мы все-таки бизнес, но бизнес, старающий приносить пользу обществу. Вот в этом наша концепция. А и в этом парадокс, и не только ваша, как сказать, проблема и задача, пресса во всем мире местная. Смотрите, я читаю часто про американскую прессу, именно вот маленьких городов. Они все проигрывают местным социальным сетям, сообществам. Вот у вас тоже типичный случай. Качественная журналистика, как бы да, но просто у вас в контакте аудитория получается в 50-70 раз меньше, чем у этих порталов, у этих пабликов. Да. Эти паблики, видно, как они формируются. Ну, значит, как бы там нет журналистики, да? И всегда обидно за журналистику, что как бы ее не видно. Вот. Может быть, как-то привлекать этих молодых СММщиков, которые там это умеют делать. Но не знаю, насколько это возможно вообще. Мы сегодня, кстати, договорились с одним нашим специалистом в регионе. Отдельная вакансия там СММщика, да? То есть у нас будет человек, который будет расшаривать материалы. Мы сегодня как раз обсуждали. Но расшаривать-то легко, а нужно как-то, видимо, новость создавать, да? Нет, понимаете, проблема в чем вот у нас? У нас выходит много статей интересных, полезных, уникальных, эксклюзивных. Но достучаться до аудитории все сложнее, потому что люди живут в лентах соцсетей, если мы говорим про молодежь и там средний возраст. Человек уже не заходит по привычке вот на несколько сайтов, он новости потребляет через свою ленту. И если ты в ленте есть, если тебя, например, твою статью расшарил твой друг или там где-то сообщество популярное, то ты новость увидишь и зайдешь тогда на сайт. А если ты вот листаешь, листаешь, и там те СМИ только кто активно присутствует в соцсетях, живут в этом, то получается медиапотребление складывается человеку уже из хозяй своей ленты. Ну вот даже я посмотрела ваш ВК, да, и потом думала, о, да эти новости я уже вот там, вот там, вот уже прочитала, это уже прочитала там. То есть немножко получилось, что новости, которые у вас были размещены, их уже знаешь в тот момент. Ну, понятно. Бывает, знаете, как газета, например, у нас вышла, да, с какой-то интересной эксклюзивной информацией. Коллеги подхватили тему, ну, развили по-своему, я не говорю про копипаст, но вроде бы первыми тему подняли мы, но коллеги были более расторопными в расшаривании этой темы вот в паблике, в соцсетях, в продвижении этих тем. Потому что, например, случилась какая-то ситуация с водопроводом в Краснокамске. У нас живет там корреспондент, она завладеет всей ситуацией, взяла комментарий, написала статью. Это уникальная статья, об этом пока очень кто не написал. Но ведь мало просто сейчас написать и выложить хороший материал, нужно, чтобы люди увидели его. То есть нужно постучаться, например, в те же вот краснокамские группы, их там довольно-таки много, те же самые, там, послушав на Краснокамске и так далее и тому подобное. Туда к ним постучаться, там материал разместить. Тогда вот жители города, им это будет интересно и полезная информация. То есть мало сделать, написать, нужно еще доставить. Логистика, доставка материала важна. Вот я, например, тоже не знала, Федор, да, что мне казалось, что такого сложного, да, написать вот материал, выложить быстренько ВКонтакте и все. Нет, если это, конечно, супер какой-то эксклюзив, то есть сейчас кто-нибудь написал бы, вот, реально маршрут Путина, там, да, прям вот проверить, это бы, естественно, там, разлетелось махом и там все бы перепостили с ссылкой и так далее. Бывает еще и так, что… Машрут держится в секрете. Ну, я просто пример говорю. Понятно, что эту неделю мы живем даже уже не выборами, а обсуждаем плакат на Марионе и, возможно, приестным… Ну, видите, его все обсудили, мы уже не хотим, мы показали, ну, вот есть такая тема, да, ну, а что это обсуждать, уже нечего. Ну, понятно, да. А вот хотел вас спросить, Федор, вот, исходя из того, при лечении своей аудитории, да, то есть понять, что за аудитория, вот вы поняли, какая аудитория, которая не на бумаге, что это за люди? На бумаге, понятно, люди, которые живут в маленьких городах и селах Пермского края, социальные, у них ЖКХ и все такое вот это. А вот эти ваши, мне кажется, в этом трудность, потому что, ну, как, аудитория схватана уже по-другим. Ну, как, конечно, это перманентная борьба за аудиторию, то есть нет такого, что вот если, там, твой портал, там, сейчас посещает 20 тысяч человек, то эта цифра останется навсегда. А народ очень мобильный, если сайт перестает быть интересным, не отвечает потребностям, не дает информации, люди запросто переходят на другие порталы, благо есть, что читать. Да, 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 благо есть, из чего выбрать. Есть, из чего выбрать, даже среди местных региональных СМИ. Мы разбираемся сейчас, вот, кто наш читатель и кто вот ядро аудитории, оно подрастает. Если посмотреть статистику, интернет очень четко дает, да, понимание, кто читает, там, какое ядро, ядро это те, кто постоянно заходит и кто вот… А возраст какой-то, можете вот нарисовать портрет вашу аудиторию? Ну, это, сайт, это, конечно, там, от 25, наверное, там, может быть, даже, ну, в меньшей степени 20 лет до, там, там, 45 примерно, там, газеты, это, там, от 40 и выше, там, уже до, наверное, до больших пределов, там, до 80 лет. Вот мы поняли, что мы не можем соревноваться с пермскими пабликами по этим объемам, да, подписчиков. Мы решили, что мы делаем такую видео-энциклопедию, Википедию, такой клуб, как бы, да, где собираем продукт не только живое выступление, но это записи потом, они организованы в виде блоги, блоги, теги, имена, фамилии, получается, как бы, такая Википедия, да, вот, как я себе это объясняю. Вот система клубная, да, аудитория маленькая, но целевая. У вас, соответственно, другая ситуация. Теперь, вот, расширим вопрос, Лена, тоже вас, жду от вас вопросов, потому что для меня это терринкогнит. Я не понимаю, кроме вот этих всех социальных вопросов, что они ждут государства сделать и то, 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 что им еще интересно, этим людям? Потому что мы, как колонизаторы же в больших городах, а в этих деревнях и маленьких селах мы не знаем ничего про них. В этих деревнях и маленьких селах, во-первых, с интернетом сильно похуже, чем в городах. То есть, во-первых, и по времени, если человек, там, не лентяй, там, и разгильдяй, кое хватает, там, да, в деревнях, а он работает на селе, то многие из них впахиваются, там, с шести и до поздней ночи. Кто реально занимается, например, сельским хозяйством, там, просто ведут свое хозяйство. Это раз. Второе, интересы у людей, естественно, разные. Понятно, что в новостях очень хорошо продается, увы, всяческая чернуха. Я посмотрел, самый популярный материал за месяц, мальчик умер в магазине, в Толикамске, дали Березнику. Ну, где-то было, да. Причем, это даже в десятку самых популярных материалов всего федерального сайта. Да, потом, значит, где-то убийствовали, изнасилование и так далее. Ну, что делаешь? Вот людям нравится про это читать. Я не понимаю, для меня это давно загадка, почему так? Не знаю, люди это ради развлечения или что. Это, в принципе, негатив. Не хочется пускать в себя лишнюю негативную информацию мне. Почему люди это читают, почему это популярно? Вот я могу, Федор, может быть, так предположить, потому что, вот опять же, да, свои тетушки, которые вот всегда знают, что такое газета, они тоже мне всегда рассказывают первое, что говорят, кто умер, кто вот чего там при смерти, кто вот уже. И я все время говорю, а что тебе интересно-то? Ты, говорю, вот съездила там на огороде, что-то помогла. Говорю, что тебе интересно? А это вот некое, как бы, таинство, что ли, перед ними? Как это происходит? Ну, конечно, некоторые таинства. Почему, например, та же передача, там, пусть говорят, с Малаховым била там все рекорды популярности, и четыре выпуска с этой Дианой Шурыгиной, это просто был там взрыв рейтинга и популярности. Ну, потому что у Малахова единственное ток-шоу в стране, где реальные герои, которых вывозят самолетами из глубинки. Но тема-то сама по себе, ведь это такая тоже постельная тема, то есть кто с кем, как, почему переспал. Вот, вот, она же будет всегда. Это один уровень, это такой вот низкий уровень, там, информационных потребностей. А мы пытаемся их вытягивать на какое-то другое, но они... Аудитория АИФ, она все-таки более читающая, потому что там много текстов, о проблемах, о каких-то вещах, которые, ну, вот, не постельного уровня, там, типа, там, Стархи. Там же характеристика, там же вот, прямо, а почему он пришел вот к этому и убил, то есть, это все. Да, аргументы, факты, какая-то там, все-таки размышления. То есть люди, те, которые читают, они пытаются в чем-то разобраться. Их волнуют какие-то общественно-политические темы. Вот, мне кажется, вот это и есть, ну, как бы, почему? Потому что они начинают копаться. А почему вот человек дошел-то до такого состояния, что вот свершил такое преступление? Ну, вот, свежий номер я газеты принес, оставил. Там есть, например, два материала. Один на целую полосу о том, все-таки, почему там психологи считают, что важно иметь там, там, в паспорте, значит, печать брака, там, ну, то есть, вот, почему люди официально оформляют свои отношения. И там прям целая статья на эту тему. Помогает людям тоже вот разобраться там, нужно, не нужно, помогает эта семья, не помогает. Еще одна статья посвящена, там, школам раннего развития. Какие здесь риски для ребенка, какие риски для родителей. Мы тоже любим все это. Это такая, знаете, пальзуха и размышления. Креативный класс. Вот, Федор, мы должны уже заканчивать. Теперь мы вас не спросили вначале, но должны были спросить. А что вас лично и национально задело, во-первых, в нашем выпуске живых новостей, на моем, да, букете, коротко. И что вас задело в ваших соцсетях, в вашем фейсбуке, где вы активно пишете, где-то еще, может быть? Ну, в вашем дайджесте, я посмотрел, там был какой-то интересный персонаж, видимо, из Екатеринбурга, какой-то представитель казачества, видимо. Ну да, который вот... Который на фоне горящего, там, этого кинотеатра говорил про, значит, фильм Алексея Учителя Матильду, как «Абсолютное зло». Меня эта вообще тема просто уже все больше больше... Слушай, а почему она вот так задевает-то? Я посмотрела, ну, конечно, трейлер посмотрела, да? Вот именно, ты уже думаешь, да что там такое-то в этом фильме, что там такое бурление-то происходит. Конечно, я тоже написал, что я с удовольствием пойду, просто хотя бы ради того, чтобы поднять кассу этому фильму. Там, я не поклонник Учителя, мне не сильно там эта вот, там, постельная тема, там, интересная, там, Николая Второго там... Ну, там очень классные актеры играют в этом фильме. Да, один из них, между прочим, порно-актер, причем в роли Николая Второго, это не возмутительно. И посмотрите, ведь это бесконечно... Не, ну, представляете, мы обсуждаем вот такую вот, в принципе, какую-то ересь, какую-то маркобесие, что у нас кто-то, не посмотрев фильм, уже оскорбляется, само по себе это дичь. То есть никто фильма не видел, но демонстрация уже готова выйти. Он на театр уже готова сжечь, а раз пять готова режиссера, и, в принципе, там, не знаю... Федор, а что вас за дело в ваших соцсетях? Может быть, положительно? Ну, у нас же сейчас время плакатных войн. То есть вчера один плакатик был, до этого, помните, что было с плакатом на гимназии Дягилева? Конечно, тема уже немножко там... А сегодня там, вместо Белого квадратика, кого там, какого-то, инопланетянина, по-моему, тут это сделали, нет? Да ладно, нет, это, наверное, фотошоп. Увидел фотошопа, ладно, там, в реале это там белый плакат. Вообще, какая-то странная история. Я не понимаю, как гимназия могла дважды, ну, лопухнуться с этой историей. Первый раз, в принципе, повесила такой странный фотошоп. А вы в жизни Зобачева не встречали? Она такая и есть. Ну, я не встречал, нет. Советская, значит, женщина, мать. Так, причем, что интересно, сначала-то, они ненормально не могли объяснить, почему такой набор персонажей, 48 человек. Это потом уже, спустя две недели, на круглом столе выяснилось, что это там отголоски проекта «Имя России», там, и поэтому вот такой набор, поэтому Сталин... Надо было быстро... Ну, чтобы сказали, да. Я-то подумал, что это просто на вкус как раз директората гимназии просто, да, повесили. Почему вот такой набор? Несостоятельны абсолютно были доводы, ну, вот, нельзя убирать Сталина, потому что это часть истории. Ребят, если бы это был просто, например, портреты всех деятелей 20 века, кто управлял Россией, и в этом списке не было бы Сталина, тогда да, это вымаривание истории, это недопустимо. Вот все здесь, начиная от Николая Второго, заканчивая Ельциным. Пожалуйста, полный спектр, и Сталин там должен быть, обязан, потому что это все. А здесь, когда мы в 20 веке видим только Ленина, Хрущева и Сталина, не знаю, Николай Второй там был? Нет, сейчас самая главная загадка, а Ленина у нас там ангел остался, почему Сталина нет, а Ленин остался? Ну, Сталин просто более дискуссионно, там, по Ленину тоже все понятно. Я бы поспорил, Ленин еще тот же монстр. Ну, по нему таких нет, горячих вещей, давайте останемся. Спасибо вам, на их и перми вас слышим еще? Если пригласит, так услышим. А вот спросим, придет к нам, обещается прийти новый главный редактор, Мичлав Дегтярников, на ваше место. Вот его и спросим про вас. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо большое.